Добрый день, уважаемые зрители! Начинаем наш семинар, называется он «Безиндикаторный анализ основных валютных пар». С вами Кирилл Рудович. Напомню, как обычно, доступен для вас чат по ходу нашего вебинара. Все ваши вопросы, пожелания, комментарии можно задавать именно в этом чате. Для тех, у кого нет пока личного кабинета, можете его зарегистрировать для того, чтобы общаться в чате, открыть счета и установить торговую платформу. Начнем, как обычно, с разбора календаря экономических событий. Дальше переключимся на графики и посмотрим, какова ситуация сегодня на графиках. Итак, сегодня у нас уже четверг, скоро пятница и конец недели. Какие у нас важные события на сегодня, что у нас есть? Как мы видим, было немного статистики по Австралии, это еще с самого раннего утра. 14.30 сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике. Уже, как видите, 15 часов эти сведения уже отработаны рынком. Ждем немного статистики по США в 15.30, первичные заявки на пособия по безработице, индекс деловой активности в производственном секторе. Я думаю, это довольно важные заявления. И выступление министра финансов США Стивена Мнучина в 17 часов по Москве, а вечером выступление главы ЕЦБ Марио Драги. То есть день довольно насыщенный событиями, на самом деле, надо быть, конечно, крайне осторожными, аккуратными перед новостями, перед выходами сильных событий. В 17 часов и в 20 часов лучше все-таки не держать позиции, либо свои позиции попробовать как-то защитить. Ну, а речь о том, чтобы открывать позиции перед этими выступлениями, наверное, и вовсе не идет. Поэтому внимательно торгуем в 17 часов и в 20 часов. Точнее, не торгуем. Будьте внимательны, не торгуем в это время. Давайте посмотрим, что у нас происходит сейчас на графиках, какая складывается ситуация, есть ли там какие-то интересные моменты, от которых мы могли бы совершать сделки. Итак, начинаем с евро-доллара. По евро-доллару я тут даже отложенный ордер выставил на всякий случай. Ну, только пока что-то как-то вяленько не срабатывает рынок. Расчет был на данные по дирижно-кредитной политике. Я думал, что мы активируем нашу заявку. Но все же, пока уровень сохраняется прежний. Это 1,1150. На этом уровне я и выставил свой отложенный ордер. Этот уровень еще у нас со вчерашнего дня отмечен, стоит. Расчет какой? Я думаю, что все-таки мы этот уровень заденем. И с этого уровня уже пойдет движение. В принципе, цели здесь небольшие. Ну, и стопы короткие. Поэтому расчет пока именно на это. На то, что цена немного откатит. И уйдем вниз. Снизу, как вы видите, у нас имеется еще один уровень. 1,1050. Ой, 1,1080, прошу прощения. 1,1085 даже. По пробитии уровня 1,1085 можно будет довольно-таки смело, уверенно продавать евро-доллар. Я думаю, что мы будем двигаться вниз, причем будем двигаться активно. Но пока цена этот уровень не пробила, смотрим аккуратненько. Наиболее подходящий пока вариант это расторговка от 1,1150 до 1,1100, условно говоря. Тут примерно 50 пунктов. Расчет взять 50 пунктов по движению по евро-доллару. Но будем смотреть, как цена будет подходить к этому уровню. И посмотрим, какая реакция будет цены вообще в принципе. Если посмотреть на дневной график, посмотреть общую картину, то после 1,2,3, после 4-дневного роста, причем очень мощного роста. Обратите внимание, какой сильный был рост. Я думаю, что наступает время, когда цена будет брать некий тайм-аут, будет брать передышку. Тем более, обратите внимание, что этот уровень 1,1150, он и в прошлом был достаточно крепким. Почему? Смотрите, как цена на нем отторговалась. Реакция на него была неоднократна в прошлом. Смотрю дневной график. Ну и сейчас у нас попытки зайти в продажу от этого уровня. Я думаю, что получится у нас что-то с этой затеей. Ну, по крайней мере, на это рассчитываю. Дальше давайте двигаться. Доллар швейцарский франк. Насчет доллар швейцарский франк здесь ситуация аналогична, только в обратную сторону. И пока нет сигнала еще на самом деле, мы ждем пробития вот этого уровня, который я обозначил. То есть мы ждем пробоя, пока цена выйдет выше. Насколько вы видите, это уровень у нас отметка 0,9820. Задача здесь довольно проста для нас. Дождаться выхода цены выше этого уровня, откат к уровню и вход в покупки. Я даже у себя на другом ноутбуке выставил алерт. На всякий случай, когда цена пробьет этот уровень, тогда попробую взять разворот именно от этого уровня. Пока же, как вы видите, цена этот уровень тестировала только с обратной стороны. Уходила немного вниз, но тут же сразу же произошел откуп позиции и цена ниже не пошла. Всего же, если так посмотреть в общем, чуть больше таймфрейм посмотреть, я думаю, что по паре доллар-швейцарский франк очень вероятен именно разворот. Тем более, как бы уровень интересен. Видите, в прошлый раз был интересен. Ну и здесь цена не раз уже на этом уровне отрабатывала, причем отрабатывала довольно чисто, без всяких допущений, без всяких дополнительных мнений. Поэтому, на мой взгляд, есть смысл пока с этого уровня ожидать возможный разворот. Конечно, разворота может и не произойти, не последовать. Мы никак на этот разворот повлиять не можем. В общем, наша задача только следовать за тенденцией, следовать за движением. Могу только сказать, что если мы действительно этот уровень преодолеем наверх, тогда у нас открываются прекрасные возможности для покупок. Пока же, как вы видите, цена наверх не ушла. Пока же цена выше не поднялась. Дальше давайте смотреть доллар-японская иена. Что у нас с японской иеной? Вчера я предполагал, что возможно будет разворот с уровня 112.60. Как видите, цена просто провалилась ниже, никаких позиций мы здесь не открывали. И это хорошо, потому что мы позиции не открывали, потому что была бы беда, попали бы на деньги. Что касаемо сейчас ситуации, ну иена так активно падает. Какие есть варианты, есть ли вообще возможности для разворота? Ну, возможности, они есть всегда, будем честны. Если так посмотреть, то в целом, конечно, напрашивается вот этот уровень 110.60. Видим, что цена на нем и в прошлый раз тормозила, останавливалась. И уход был именно с этого уровня. И если посмотреть на историю, то видите, что с этого уровня уже было несколько отходов цены. Идея пока по иене витает в воздухе идея для разворота. И есть очень такая хорошая вероятность того, что цена с этого уровня по японской иене может развернуться. Конечно, может и уйти вниз, это не обсуждается даже. Но пока следим за ситуацией. И я думаю, что может здесь получиться разворот даже и по японской иене. Поэтому наблюдаем пока и можно будет попробовать его расторговать. Единственное, что для сделок у нас уровень получается вот здесь. 111.25 примерно этот уровень. Если цена этот уровень пробьет наверх, уйдет с него выше, тогда можно будет заходить в покупки от этого уровня и можно будет себя комфортно чувствовать. Но опять же, условие это, чтобы цена ушла выше этого уровня, чтобы она ушла за уровень. Пока цена выше этого уровня не уходит, естественно, мы здесь ничего предпринимать не будем. Просто будем следить, наблюдать, смотреть, но не более того. Дальше. Британский фунт. Что у нас по британскому фунту? Как я говорил, может быть, сценарий, либо цена уйдет ниже уровня, либо выше уровня. Цена ушла еще выше уровня. Фунт продолжает свой активный рост, продолжает двигаться наверх. Но пока, если честно, по фунту как-то не хочется его торговать, потому что я смотрю на рынок в общем и целом. У меня на весь рынок немного другие идеи, другие планы, нежели по британскому фунту. Хотя я думаю, что фунт уже достаточно близок к развороту и, может быть, он уже сможет развернуться. Особенно интересно вот эта огромная свечка с таким хвостом, как правило, бывает в окончании восходящего движения. Очень часто, возможно, именно с нее как раз-таки начнется разворот и, может, на меньших таймфреймах здесь что-то уже и будет. Будет какая-то возможность для того, чтобы зайти в сделки. Пока не вижу. Для открытия позиции по фунту не лучшая ситуация, не лучший момент. Но я думаю, что все-таки стоит ожидать именно движения вниз, ухода вниз по британскому фунту. Дальше. Австралийский доллар. По австралийскому доллару была попытка вчера уйти наверх, повыше. Так, коллег, повторить евро-доллар. Если останется время, я повторю, но если не останется, тогда можете посмотреть записи, запись у нас ведется. Но я надеюсь, что останется время, постараюсь в конце нашего обзора повторить про евро-доллар. Итак, по австралийскому доллару, если честно, пока мне ситуация не понятна. Ну и то, что не понятно, я смотрю на нее, у меня двоякие мысли, двоякие идеи. Он то и вверх, то и вниз, поэтому я стараюсь каких-то активных действий сделать, по нему не совершать. Хотя попытки были, если честно, рука уже тянулась. Но сейчас я смотрю на что. Сейчас пока какого-то красивого сетапа нет. Здесь есть какая-то попытка уйти наверх, но остается именно на уровне попытки, не более того. Что касаемо уровней, вы наверняка видите разметку. Ну не наверняка, вы ее точно видите. 0.74.45 и 0.73.80 пока цена здесь находится. Тот выход, который был за уровень, его нельзя назвать пробоем. Просто цена немного вышла, погуляла и вернулась. Пока цена находится в этом диапазоне, но, увы, ах, здесь нет точки приложения для нас. Не можем мы здесь как-то открыть хорошие позиции, поэтому, на мой взгляд, лучше все-таки австралийский доллар пока не трогать. Идея довольно проста. Вообще в нашем анализе мы выбираем наилучшие моменты для входа, которые самые четкие, самые понятные, только тогда их используем. То есть мы не заходим только потому, что там надо зайти обязательно по австралийскому доллару, это как минимум глупо. Ситуация по новозеландскому доллару. Каким образом сейчас развивается, что тут у нас получается по новозеландскому доллару. Продолжается такая наторговка, боковое движение. Вчера был очень активный рост. Я отмечал, что, возможно, цена уйдет ниже при условии, если цена закроется под уровнем. Но, как видите, под уровнем цена не закрылась, закрылась выше. И сегодня мы начинаем откатное движение, мы начинаем движение назад, обратно вниз. Что мы можем сейчас, скажем, предпринять по новозеландскому доллару, что мы здесь можем видеть. Как вариант, можно попробовать от верхней границы какие-то сделки совершать. Но мне это не нравится, по крайней мере не очень нравится. Из тех уровней, которые здесь имеются, лучше всего, на мой взгляд, лучше всего смотрится, ну не только смотрится, а вообще вписывается в общую модель, в общую систему. Это наш уровень 0.69.22. Я думаю, что по пробитии этого уровня, по уходу цены вниз, по пробитии, можно будет здесь провернуть сделку на продажу. Но пока, как мы видим, цена пыталась пробить, это ложный пробой, пыталась уйти ниже, но, как видите, это не получилось. Поэтому пока сценарий остается прежний. Если цена пробивает уровень вниз, мы ждем возврата. Это тестирование уровня снизу и уже продаем, когда цена вернется к этому уровню вниз и дальше движение вниз. Пока же цена, как вы видите, показывает свою слабость и пробивать уровень вниз, не спешит, не торопится. Но нам тоже торопиться некуда. Ждем цену, ждем, когда появится хороший сетап и тогда можем уже что-то придумать. Дальше канадский доллар, доллар, канадский доллар. Вчера, да, мы не далее, чем вчера рассматривали эту ситуацию, я говорю, что по канадцу очень такая напряженная ситуация и вероятность того, что он уйдет вниз, вероятность продаж пока не высока. Как мы видим, канадец действительно здесь немного побродил еще внизу и разворачивается наверх. Даже здесь такой вот ложный пробой уровень совершил, сделал, хотя я думаю, что вероятнее всего будет продолжение и дальше наверх пока по канадскому доллару. Поэтому мысли у меня таковы, что канадский доллар продавать сейчас лучше не продавать. И насчет покупок, пока цена не зашла, по крайней мере, хотя бы вот в эту область, между уровнями, которые у нас здесь имеются, пока 1.3650 она не пробила наверх, лучше все-таки подождать, да. Ну, может, конечно, и уйти, цена ниже, может уйти вниз, но я больше настроен именно на рост цен по паре доллар США-канадский доллар. То есть мои идеи, мои мысли пока именно на то, что цена может продолжить восходящее движение. А смущает что именно для продаж? Что если бы цена падала, она бы уже ушла. Но вот эта вот наторговка, довольно продолжительная, мощная наторговка, она дает понять, что цену не хотят опускать ниже, не хотят, по крайней мере, отпускать. Ну, остается только движение либо вбок, что мы сейчас видим пока, либо движение наверх. Дальше. Золото. По золоту что у нас происходит? Ну, довольно-таки активный рост. Я вчера обозначал этот уровень как возможный целевой уровень, до которого золото может дорасти, а потом может быть откат. Ну, как видим, этот уровень золота пробило, причем пробило без каких-либо основательных проблем, как говорится, без забот. Но что-то дальше насчет дальнейшего, как мы видим, роста не складывается. Мы можем уточнить наш уровень, это практически та же цена, где уровень, это та текущая цена, которая есть сейчас. Но обратите внимание, что цена здесь была активна уже неоднократно и в прошлом, и в настоящее время. И что я могу предложить, что я могу вам посоветовать по золоту? Мы можем попробовать расторговать золото в продаже. Вот видите, по дневному графику построили уровень. Обратите внимание, что все закрытия, 4 часа у нас по золоту строго под этим уровнем. Это, конечно, о чем-то говорит. Ну, по крайней мере, знаете, как говорят, заставляет задуматься и поразмыслить. То есть верхняя граница у нас примерно есть. А что мы можем предпринять вообще по золоту? Я бы, если честно, рассматривал вот эту ситуацию более активно. И 12.55 по пробитии данного уровня золотом вниз я буду рассматривать продажи. То есть когда цена уйдет вверх. Конечно, цена может уйти и дальше вверх, точнее продолжит там свое восходящее движение. Это понятно. Но, на мой взгляд, наиболее безопасная сделка с хорошим соотношением риск-прибыль. А мне интересны именно такие сделки. То есть мы открываем сделку не для того, чтобы она там была для галочки или для какой-то шальной прибыли. Наша главная задача – это открытие безопасной сделки. Проводим мы безопасную торговлю. Но, на мой взгляд, безопасным здесь заход будет это в продаже по пробитию ценой уровня 12.55.80. Ну, практически 12.56. Насколько вы помните, уровень – это не просто цена какая-то линия. Я обозначаю уровни линиями, чтобы было вам просто понятнее. Потому что если я буду обозначать зонами, вы просто-напросто в этих зонах потеряетесь и не найдетесь. Вот, поэтому пока по золоту такие мысли, такая логика. Я думаю, что стоит ждать ухода вниз, будет откат, это будет наша точка ухода. И дальше движение снова вниз. Могу ошибаться, не спорю, все мы можем ошибаться, но пока такие мысли, пока такие идеи по золоту. Дальше. Серебро. Что у нас по серебру? По серебру. Вчерашний день, ну, тут наш откат и рост был. Я думаю, что по серебру, видите, серебро уже начало откатывать. Я думаю, что откат где-то 16.44 вполне очевиден, вполне вероятен. Этот уровень, как он пишет, уровни 18 и 17, цена на них очень четко реагирует. Ну да, кому-то, собственно, эти уровни важны. Ну, я имею в виду сверху подпорки 17 и 18, которые есть. Что сейчас по серебру? Сейчас, ну, точка входа уже была, на самом деле-то. Разевали мы ее, да, ну, я могу показать, в принципе, где можно было заходить, где нужно было заходить. Ну, по сути, вот и наш вход был, да. Это та свечка, на которую мы заходили. Как видите, позиции у меня нет, поэтому, ну, все, что я могу, это сидеть и дальше сопровождать глазами, ну, и делать определенные выводы. А цель, это 16.44, первая цель, вероятнее всего, ну, соотношение риск-прибыль здесь, как минимум, один к трем, вот на глазок, где-то один к трем соотношение было. А кто по моей торговой системе торгует, и те, кто зашел здесь в продажу по серебру, я думаю, что потирает руки, да, но, собственно, честь вам и хвала. Вот, дойдя, цена 16.44, когда дойдет, вот здесь, ну, будьте внимательны, здесь очень высока вероятность откатов, область откатов. То есть, может здесь цена просто-напросто отпрыгнуть и пойти наверх. Ну, по крайней мере, это будет уже зона, где стоит закрывать шорты, если они у вас открыты по серебру. Ну, это лично мое мнение. Дальше, доллар за арт, доллар южноафриканский ранд повел себя ожидаемо. Единственный минус в чем? Откат был, но откат не был таким, каким, допустим, я его хотел видеть. Ну, по крайней мере, я ожидал. Ожидал, что откат будет глубже, до уровня. Мы видим, что тут до уровня не хватило, ну, сущие копейки, да, именно учитывая волатильный заро, и дальше пошел он наверх. Вчера я уставлял отложенный ордер, сегодня его пришлось уже снимать, потому что идея уже не актуальна. Откат был, но, к сожалению, не до самого уровня. Ну, не до уровня, так не до уровня, ничего страшного. А что сейчас по зару, по паре доллар южноафриканский ранд? Вот, 13.69, я говорил вчера, да, вот, но 13.62, это, по сути, 13.60 даже, наверное, это максимум, который был, 13.58. И что сейчас? Ну, я думаю, что все-таки вероятнее всего именно продолжение дальнейшего восходящего движения по ранду. Вот, так, вижу, Роман, мастер торговки ранда, вероятнее всего, с самого низа уже сидит в покупках и радуется не на шутку, и потирает руки. Ну, что ж, можно, наверное, только поздравить, да, со сделками. Если смотрим дневной график, я думаю, что сегодня и вероятнее всего завтра еще стоит ожидать продолжения по ранду. Я думаю, что вот эти максимумы, мы вероятнее всего, ну, по крайней мере, либо к ним добавимся, 13.67, 13.70, либо можем даже их обновить. Но здесь уже надо быть внимательными, и если вы с самого низа сидите в покупках, то, возможно, есть смысл защитить ваши сделки, защитить ваши покупки. Вот, это касаемо ранда, касаемо основных валютных пар. А теперь специально для тех, кто не успел в начало нашего семинара, мы обычно начинаем с евро-доллара. Давайте я еще раз повторюсь по поводу евро-доллара. Общая идея пока у меня — это идея продаж по евро-доллару. И начиная с дневного уровня, выставлен у меня также, как вы видите, отложенный ордер, sell limit. Параметры, я думаю, видны вам в строчке, то есть параметры моего sell limit. Обязательно рассчитывайте правильно риски, правильный объем позиций. Заход на часовом таймфрейме, ну, отметила я здесь уровень, который мне понравился, это 1.11.50. 1.11.51 можно даже и так его обозвать. И жду пока именно возможности продажи с этого уровня. Конечно, цена может предательски продолжить аптренд, продолжить восходящее движение. Но, по крайней мере, мы попытаемся и попробуем, собственно, зайти в продажи с этого уровня. Цели я обозначил также в take profit. Это 1.11, по сути, цель моего уровня. Я думаю, что если мы зайдем здесь в продажу, мы быстренько достигнем цели. Ну, а что-то более глобально по евро, в случае, если мы 1.10.85, вот этот уровень пробиваем, то открывается зона глобальных продаж и можно будет очень неплохо, очень неплохо вшортить по евро-доллару. Цель там 1.08, то есть можно примерно 200-250 пунктов по евро-доллару прокатиться, но это, знаете, так, скорее просто мысли, скорее просто рассуждения и, надо говорить, будет более умеренно, более предметно тогда, когда уже этот уровень будет пробит. Пока это наши, мои, по крайней мере, предположения, пока это только мои мысли касаемо текущего положения дел именно по евро-доллару. Такой вот обзор на сегодня по основным валютным парам, металлам. Напомню, что запись у нас доступна на канале Альпари в YouTube и в группе ВКонтакте. Если кто-то не успел, вы можете присоединиться, пересмотреть записи, аналитику, обзор. Как правило, мои идеи, они актуальны еще после выхода семинара, ну, как минимум от нескольких часов до, ну, практически следующего дня. Поэтому можете еще успеть на поезд, как говорится. На этом все. Всем хорошего дня, огромных профитов и до встречи на наших следующих семинарах. Следите за расписанием. Субтитры создавал DimaTorzok